Смеешь выйти на площадь? На этот старый вопрос Александра Галича уже больше месяца однозначно отвечают белорусы. А чего им этого стоит? В издании Харти-97 опубликован рассказ 37-летнего программиста Алексея Новика, гражданского активиста, наблюдателя на выборах, который выходил на площадь и выходит на площадь. Но это поразительный рассказ о задержаниях, о немысливых пытках и о том, что происходит в тех местах, которые, как мне кажется, сегодня уже известны всему миру. А Кристина Жудина. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, когда это случилось? Как я понимаю, вас задержали одним из первых в самом начале протеста. Да. Это произошло 10 августа с 9 на 10 ночью. У нас так получилось, что 9 августа в районе 8 часов вечера был отключен интернет в Минске и остановлен весь общественный транспорт. Поэтому добираться домой мне пришлось пешком. И так как там, где я голосовал, это адрес, где я зарегистрирован, а где фактически живу, находится в другом конце города. Поэтому мне пришлось идти через центр. И вот в районе 23.00, выйдя на городской вал, это Романовская Слобода, рядом со станциями дронемига, я увидел, ну, по сути дела, боевые действия такие. Я уточню, это было именно военные, не ОМОН? Нет, не ОМОН. Это были военные, они были в зеленой форме, у них были каски. То есть, если ОМОНовцев мы называем космонавты, потому что у них полностью закрыта вот эта часть лица, то у этих была каска такая, и были повязки, полностью болотного цвета была одежда, и они становились на одно колено, и вот эту винтовку целились, и попадали людям в спины. Я видел, как люди падали. Рядом я увидел мужчину на траве лежащего, к нему подбежали другие люди, и начали рвать на себе майки, чтобы раны эти, потому что раны были по всей груди, и они тряпками закрывали, потому что кровь шла по всему телу, а в метрах 3-4 лежала еще девушка. Она, наверное, без сознания была, и у нее были ранения такие рваные кожные на ноге, потому что были джинсы разорваны, и вот видно было, что там рваные такие ран. Ну, я, конечно, такой шок испытал, что я начал звонить сестре, говорить, что я тут, ну, в такой ситуации, и она мне сказала, что нужно сразу просто падать в траву и не двигаться. Поэтому я упал возле какой-то такого куста сирени, и сжался в калачик так, и лежал, просто лежал. Люди бегали, кричали. Я еще пролежал где-то час, я не помню этого времени, оно для меня казалось очень долгим. Но я так понимаю, что митингующие, они начали двигаться в другом направлении, уходить, и, соответственно, всевоенные вот эти, они ушли с этого места и начали двигаться, я так понимаю, куда-то толпуют разгонять дальше, потому что наступила такая тишина полностью. И я набрался смелости, вышел, отряхнулся, сделал такой, я снял с себя байку, сделал немного такой вид, что взял, достал из рюкзака файл с какими-то бумагами, документами, и вот спокойным шагом начал двигаться по улице Володарского вверх к проспекту независимости. Когда я вышел на проспект независимости, у меня вообще ужас наступил, потому что военных было еще больше. Я целенаправленно подошел к патрулю полицейскому, милиции, и спросил, что я хотел бы поехать домой, и не могу этого сделать, не могу вызвать такси, интернет не работает. Мне сказали двигаться вдоль проспекта, и внизу, возле гостиницы какой-то там, или возле цирка государственного, я смогу вызвать такси. Я так и сделал. И вот я дошел уже до цирка, вижу, это там он стоит. Я так подхожу опять к полицейскому, к милиционеру, и объясняю ту же ситуацию, что мне нужно попасть домой. На что он мне сказал, говорит, что домой тебе уже не надо. И взял за плечи и сказал, говорит, иди в автобус. Там стоял автобус, такой общественный транспорт, желтого цвета, меня посадили туда. Я увидел, очень много людей было там. На них были не наручники, а такие пластмассовые хомутом, когда руки связывают сзади. Да-да-да, совершенно верно. Но только они сзади были. Повышенная такая штука, как мешки связывают, да? Да-да-да-да, совершенно верно. Через пять минут подъехал автозак к этому автобусу, и мне сказали выйти из автобуса, я вышел. И от автобуса до автозака выстроились омоновцы, и надо было быстро бежать, потому что если ты останавливаешься, тебя сразу бьют по ногам, по спине и так далее. Поэтому я быстро перебежал к автозаку. Меня кинули в автозак. Автозак представляет собой такое внутри... Он разбит на такие шкафчики, как вот в детских садах. Такие шкафы. Стаканы называются, да, стаканы. Стаканы мы их называем. Меня бросили в стакан, в этом стакане еще находилось три человека. Вау. Вот одного парня. Он же маленький очень. Он же очень маленький. Да, он очень маленький, поэтому мы стояли практически лицом к лицу, то есть я вот нос в нос стоял. Для одного человека, стакан для перевозки одного человека. Да, нас там было четверо. Вот так вот. То есть мы ничему нельзя было не сопротивляться. Сразу надо было телефоны отключить, все и так далее. И они одели противогазы, ОМОНовцы, и сказали, что мы будем развлекаться. И запустили перцовый газ прямо в автозаке. И мы начали все задыхаться внутри. И потом там еще девушка была, она лежала в коридоре этого автозака. И они ее били ногами. Через 30 минут нас привезли. Я не знал, куда мы приехали, поэтому это уже потом я узнал, что мы находимся в Цыпно-Окрестино. Открылись двери автозака. Там были такие большие прожектора. Это было уже 3 часа, начало 4 ночи. Большие прожектора. И они сделали такую очередь от автозака до стены на окрестино. Там бетонная стена. И я увидел, что вдоль этой стены очень много людей. Причем не 10, не 20. Там сотни были людей, которые стояли вдоль этой на коленях и руками вверх. Потом мне сказали согнуться, руки за спину. И я должен был бежать к этой стене. Пока я бежал, это было метров 30-40, так скажем. Они сделали цепь, такой коридор. И получается, что у одного ОМОНовца была овчарка. Овчарка, которая была... Она становилась на дыбы прямо и лаяла. И, допустим, через одного овчарка, а у каждого второго, значит, дубины. И пока ты бежишь, тебя бьют по спине. Мне казалось, что я нахожусь в каком-то фильме, что это снимают. Что это не со мной, что это какой-то сон и так далее. То есть, что такого не может быть. Понимаете? То есть, я до сих пор не могу понять, ну, не могу осознать, что это было со мной, вот то, что я увидел. Вас били? Вас самого били? Вас били? Что вы говорите? Да, да. У меня были гематомы на голове, на ушах. И меня в живот коленом били. За что? За что? За что? Вы не так посмотрели, не то сказали, медленно пошли, не повиновались. За что? Их очень разозлило, когда я сказал, что я работаю программистом. И это взбесило. Он начал кричать, тебе не хватает денег. Ты насмотрелся Ютуба Тихановской. Нехта в Телеграме. Я, честно скажу, я даже не знал, что такое Нехта. Я только уже, когда вышел из СИЗО Жодина, уже узнал, что есть такой Телеграм-канал, и там выбрасывают различные видеоролики и так далее. И вот, когда он узнал, что я работаю программистом, он меня схватил за шею, и, получается, у меня руки были связаны сзади. Это когда меня конвоировали из ЦИПа Акрестина в Жодино, нас перевозил ОМОН. И я должен был бежать к автозаку, это было 12 августа, после трех дней нахождения на Акрестино, ну, двух с половиной, так скажем. И вот в этот момент он меня спросил, кем я работаю, я сказал, что работаю программистом. Он меня схватил за шею, начал бить руками, ну, он был в перчатках берцевых таких, и бил меня по ушам, по голове, и наклонял, и в живот бил. И потом у него были всякие-то, ну, он там кричал, типа, еврейская морда даже меня называл как-то так, потом иудой даже называл, но это уже когда мы ехали в автозаке. А вас поили, кормили в Акрестино и в Жодино? Нет, нет. Совсем нет? Нет, нет, такого не было. Я пил воду из-под крана, вот. Ну, окей, она была. Сколько было в камере людей в Акрестино, сколько было в Жодино? Я был в двух камерах на Акрестино. До суда я находился на третьем этаже в 36-й камере. Там было, ну, я буду говорить не кровать, я буду говорить, как там говорят, нары. Сколько? Сколько вообще? Там было трое нар, и нас было 23 или 17. Честно, извините, не могу сейчас вспомнить. 17-23 человека нас было. Но потом состоялся суд, он был очень полевой, так скажем, потому что он длился 5 минут, он длился там же на Акрестино. Да, вот. Перед этим меня вывели из камеры и сказали, что у меня есть два варианта. Я подписываю протокол и со всем соглашаюсь. И выхожу через час отсюда со штрафом в 27 базовых. 27 базовых – это что? 27 базовых – это примерно 500 рублей. 250 долларов штраф. Это 200-250 долларов штраф. Да, вот. Или я иду на 15 суток, и, как он мне сказал, говорит, это только начало твоих 15 суток будет. Потом у тебя будет другое. Потом тебе могут вменить уголовную статью, что госпереворот и так далее. Ну, то есть такое, что, поверьте мне, то, что я три дня не ел, в таких условиях находился, и трое суток я слышал постоянный крик людей во дворе, которых бьют. Они еще в камеру заходили, запускали газ, выводили из камеры ночью, установили на коридор, и нас ОМОН бил. Вот. То любой человек подпишет. Вот я вам честно скажу. Вот. Еще раз. То есть это Вокрестина? Они в камеру пускали газ? Да. Зачем? Ну, это у них надо спросить. Какой газ? Это был перцовый газ? Да, перцовый газ. То есть резало глаза, глаза, невозможно дышать, да? Да. Зачем вас перевели в Жодино? Что за смысл переводить? За Крестина, в Жодино, после суда? Нас было очень много. Чтобы вы понимали, что 17 человек, то, что я вам говорю, на три нары, это очень мало. Потому что то, что я увидел после суда, это было 6 нар и 47 человек. 47 человек в камере. Вы понимаете, что мы стояли, мы не могли даже лечь. У нас получалось так, что мы... Ну, очень хочу сказать большое спасибо за то, что... Ну, вот мы очень сплоченно как-то организовались. Мы сразу знали, что вот у тебя там два часа спишь, вторые стоят там. Мы делили людей на псих... Видно было у кого, ну, очень тяжелое положение. Не только физически, но было психически тяжелое. Потому что один парень, он был наблюдателем. И когда я видел, что он уже сутки сидит и кивает головой, за что, за что, я понимал, что, ну, у человека, ну, просто едет крыша, так скажем, извините. Вот, поэтому таким давали спать больше. Там был дедушка, ему было 74 года. Меня просто эта история впечатлила очень сильно, потому что он сам пошел за своим внуком в автозак. Внука не было? Внука не было. Их разлучили? Мы пытались найти его, да, потому что мы спрашивали у надзирателей. Надзиратели были разные, были более-менее адекватные и были не совсем. Причем я могу сказать, что женщины зверствовали даже где-то больше, чем мужчины. Подождите, то есть в Акрестене были женщины-надзиратели в мужском отделении? Да, совершенно верно. Потому что у нас в камере было маленькое окошко, и мы хотели, чтобы нам открыли юшку в двери. Ну, знаете, в которую еду подают такая юшка, чтобы куда-то там стаканы, еду и так далее. И мы хотели, чтобы у нас небольшой сквозняк был, ну, чтобы дышать было, потому что у нас два человека от аксфиксии, я не знаю, может, у них и так была эпилепсия, они упали, и у них были конвульсии, то есть была пена изо рта, то есть вот. Поэтому мы хотели, чтобы больше воздуха было, и, допустим, один надзиратель нам открывал юшку, а женщина подходила и закрывала. Они не закрывали лиц? ОМОН весь был в балаклавах, мы не видели, причем, кстати, нас били за то, что если мы смотрим на ОМОН, вот, нельзя было лицо поворачивать, только смотреть вниз. Надо было смотреть, голову всегда держать чуть ли не, ну, между коленами и так далее, ни выше, ни ниже, то есть нельзя, только если ты там как-то, я мог только так, ну, знаете, там, так вот, косым взглядом, то есть посмотреть и так далее, потому что если ты вдруг развернешь лицо, то тебе сразу дубина. Лица надзирателей тюремных, вы помните их? Женщину, да, я ее запомню, да, потому что она, ну, знаете, как выделялась, то есть у нее был светлый волос, блондинка такая, и волосы были в хвост взяты вот сюда, а здесь челка была, поэтому ее можно, ну, я ее запомню. Вот, была еще одна женщина, она была более такая, с короткой под мальчиком стрижкой, вот, черного цвета, но я не видел, чтобы она была в ночную смену. Я ее видел только тогда, когда меня вели на суд, на вот этот суд, который там состоялся, пяти минут, где я признался, что я кричал «Живи, Беларусь! Ганьба!» и «Свободу заключенным!» и что я находился по тому адресу, который мне сказали. А судью помните своего? Да, да, я его... Это паинь был молодой, ему было лет, наверное, ну, до 30, вот. Достаточно вежливо со мной общался, сказал, согласен ли я с постановлением, на что я сказал, что я не согласен, и он мне сказал вам 15 суток и пожелал, чтобы я больше не участвовал в митингах. Но вы участвуете в митингах? Как вам сказать? Пусть будет... Этот вопрос останется... Я на него не отвечу по той причине, чтобы вы понимали, когда я вышел из СИЗО, я подписывал документы о том, что если я еще раз буду замечен на митингах, мне грозит от трех до семи лет это что-то такое, уголовная ответственность. То есть вы эту бумагу подписали, да? Все подписывали бумагу эту. Вот. Потому что нам всегда говорили, что... Понимаете, нас, во-первых, дезориентировали, чтобы вы понимали. Нам говорили, что в Минске все спокойно, про вас никто не помнит, никто не знает. Тихановская уехала, Цыпкало уехала, выборы состоялись, все тихо, спокойно и мирно, и так далее. Поэтому мы, когда находились в Жодино, мы даже из пледов начали... Ну, потому что у нас с обуви сняли все шнурки, там часы, если есть там кольца, все это надо было снимать. И когда мы уже... Ну, мы понимали, что нас будут выпускать. И вот то, что у нас не было этих шнурков, мы начали из пледа доставать нитки и плести такие, как феньки. Они у меня даже здесь на руках до сих пор остались. Покажите, покажите поближе. Вот это пеньки из пледов на Жодино. Это такие шнурки, мы хотели в обувь, чтобы нам, ну, знаете, Жодино это находится от Минска в 60 километрах. Ну, и нам, мне казалось, что это будет стыдно ехать без шнурков. И мы придумали, чтобы хоть как-то завязать это. Потому что нам говорили, что нас никто не ждет, никто не ищет и так далее. Но когда мы вышли из Жодино за забор, за дверь, и увидели тысячу, тысячу людей, волонтеров, еды много, врачей, юристов, люди, которые говорили, которые подвозят до Минска и все. То есть мы поняли, что, конечно, за нас была большая часть белорусов. После всего того, что вы пережили, после этих стаканов, несколько раз, в общем, газовых атак, после этого суда вам было стыдно ехать в автобусе без шнурков? Ну, где-то да, по-своему. О белорусу. Вас искали родственники? Да, моя сестра, она написала. Во-первых, ничего не говорят, понимаете? То есть стыдно. Мы очень переживали. Я видел не столько за свои там побои, что нас и так далее. Я видел, как парни, мужчины переживали из-за своих родственников, жен, матерей. Кто-то сидел, говорил, моей мамы там сахарный диабет. Как она переживет? Кто-то говорил, как жена там и так далее. То есть, ну, вот такие были разговоры. Говорит, ладно, мы там тут и так далее. А как же там? Они же волнуются. То есть, вот такие мысли были. И у меня сестра, она меня разыскивала. Они отказывались говорить, где я. То есть, ну, вот так у нас система работает. Слушайте, вы зафиксировали то, что с вами происходило? Вы пошли к врачу? Конечно, да. После того, как я вышел с СИЗО Жодина, это было пятница, 14 августа, 6 часов вечера, в субботу, утром я отправился в смотровой кабинет первой клинической больницы, потому что на судебную экспертизу нужно направление, а направление на судебную экспертизу выдает следственный комитет. Вот, поэтому зафиксировать побои другими способами, как только через смотровой кабинет в больницах, либо в скорой помощи нет возможности. Вот. И я пришел в первую клиническую больницу, меня не хотели принимать, но больше не из-за того, что они не имели права там осмотра делать или еще что-то, было видно, как врач боится. Они понимали, откуда вы, да? Да, да, да. Я сказал, что у меня избили на окрестина, и он мне говорил, я смотрю, я все напишу, но чтобы вы знали, юридической силы это не имеет никакой. И даже, понимаете, то есть он расписался, но не поставил штамп осмотра врача первой клинической больницы. То есть, ну, видно был этот страх у человека, и не хотел принимать на себя какие-то обязательства. Вот. А когда я сказал, что у меня болит живот, он отказался мне провести УЗИ, сославшись на том, что у них нет аппарата для проведения УЗИ брюшной полости, но у меня были телефоны волонтеров, и волонтеры дали частную клинику, в которой бесплатно проводят все эти вот анализы и так далее. Поэтому в воскресенье я поехал, сделал УЗИ брюшной полости, там зафиксировали гематомы, изменения желчного пузыря и что-то там с мочевым. Почему? Потому что нас держали по 15 часов без туалета, чтобы вы понимали, и там какие-то там были нарушения с этим всем. Алексей, а что вы делаете в Минске? Вы программист. Почему вы не уезжаете немедленно? Мои родственники тоже говорят, что я должен уехать из Беларуси и посол Литвы, с которым я встречался, тоже сказал, что литовская сторона готова помочь, посодействовать быстрому открытию всех документов для ведения фрилансерства либо индивидуального предпринимательства. предпринимательства. Но я так скажу, что мы на 10.09 готовим отзыв своего депутата, своего округа. То есть я на сегодняшний день еще подал в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по статье 28, 128 о применении сил против человечества сотрудников. Ну, там я дословно не могу сказать именно о применении силы со стороны правоохранительных органов. О неправомерном применении силы. Окей. И также вот это время я протестовывал протокол, который мне Липова сделали. Мы дошли до городского суда Минска, города Минска, и судья отменил, но отправил на пересмотр в суд Центрального района. То есть ну есть какая-то гражданская позиция. Но если я чувствую, что правда на моей стороне, почему я должен уезжать из своей страны? Я немножко разъясню скорее для наших зрителей, вы наверняка это все знаете, что любой гражданин, любой европейской страны, причем включая Россию, на вашем месте очень быстро подал бы в Европейский суд по правам человека, и можно было бы не сомневаться в общем выигрыше вашего дела. Но Беларусь у нас не является членом Европейского суда по правам человека, потому что в Беларуси нет моратория на смертную казнь, и там если что могут расстрелять? А почему вообще все это происходит в Беларуси? Смотрите, что мы видим? Мы видим Беларусь, мы восхищаемся Беларусью, беларусами, снимают обувь, на лавочках, мирный протест, цветы, обнимашки, все прекрасно, но с другой же страны тоже беларусы. Почему треснул мир напополам? Ну, как вот я скажу, что вот у меня в автозаке, когда один ОМОНовец набросился и бил меня по ушам, по голове, второй ОМОНовец его оттащил и сказал, что ты делаешь, оставь его в покое. То есть я к тому, что там тоже слом есть, слом, и там есть такие, как скажем, маркеры, уже задумываются, как долго можно применять вот к мирным этим протестам вот это звериное, можно сказать, я даже не знаю, даже, ну, очень жестокое отношение к собственному народу. Это автогеноцид, понимаете, то есть это по-другому не знаю, как назвать. А вы готовы их простить? Я хотел бы, чтобы было судебное расследование и чтобы было все по суду. Но лично нет, я не готов простить по той причине, что я не могу для себя найти объяснение для того, чтобы простить. Понимаете? А вы верите в то, что у вас есть шанс, что Беларусь может стать другой страной? да, я верю в это, потому что мы достойны этого. Я считаю, что у нас может все получиться. И я это на оптимистической ноте даже говорю, потому что у нас другое, мы уже другие. Это первое, и мы уже прошли точку невозврата. У нас нету понятия в Беларуси, когда мы приходим на митинг, заметьте, это уникальное явление, наверное, для многих уже митингов, революций, так скажем, гражданских возмущений в других странах, у нас нету лидера такого крепкого, у нас нету общественного классового отделения, мы все выходим, рабочий, учитель, студент, программист, независимо от рода деятельности, от своего дохода и так далее. Мы определились как нация, что мы белорусы, и мы хотим другого себе, потому что у нас есть, мы в центре Европы, мы видим, как живут другие страны, мы хотим так же жить, понимаете? мы хотим такого же уважения к себе. Поэтому той Беларуси, которую понукали 26 лет, не будет. И вот я это говорю от лица всех белорусов. Алексей, держитесь, живи Беларусь. Да. Спасибо, живи вечно.